всем привет меня зовут татьяна и вы находитесь на моем творческом канале этот год у меня лето как-то проходит сумбурно очень странно и вышивается не быстро и так много как хотелось бы но хочется заполнять видео режим хоть как-то и пришла в голову мысль поснимать старые работы которые были вышиты до того периода когда я снимала их у меня довольно таки немного но те которые есть они очень любимые и дорогими многие сейчас может быть захотят отключиться сказать что что это за прогонистый прогон у нас перед глазами ну в какой-то степени да можно назвать это прогоном но это работа мне очень дорога вышивала я ее где-то в 90-х годах но конец 90-х точный год я наверно не смогу сказать хотя потому что их просто не помню но я училась еще в школе и начинает работу схема была взята из журнала вышитые картины и нитки я подбирала не по ключу а по цветам из того что у меня было по картинке мы жили тогда в небольшом городе и нас наверное продавались по мк имени кирова как мне сейчас помнится нитки и то это далеко было было не вся палитра очень мама мне как-то там покупала так купить сяк купит в общем ниточек было немного с точки зрения разнообразия поэтому подбор осуществляться из того что было это конечно работа у меня самая любимая хотя наверное сейчас бы я бы ее подобрала бы по-другому но это мой опыт никуда от этого не деться здесь я боюсь даже соврать какой у меня аккаунт наверное это 18 посмотрите он очень-очень мелкий и как раз это была одна из первых проб когда я вышивала на мелкой основе как раз вот появилась тогда мелкая основа мама мне ее купила я была вообще шокирована тем какой мелкий крестик и вот путем собственного самоподбора по картинке из того что было экспериментируя на новой конве получился вот такой сюжет до сих пор он был у меня оформлен до наверное четырнадцатом или пятнадцатом году я ее переоформила он был оформлен в обычную вот самые простые рамки знаете какие бывают раньше продавались бесцветные он был оформлен в простую рамку рамка у меня была какой-то такой коричневатый оттенка выкрашена и конечно работа но видно было что это прям такой раритет раритетный но поскольку работа была очень дорогая решила что я хочу сохранить у себя дома и поставить как бы дано видное место для этого ее нужно переоформить и вот был выбран такой багет работа конечно сразу по-другому стало смотреться в другом багете но она от всех других работ отличается видно что это такой раритетный вариант но наверное тем он мне и дорог по-моему называлась она старая мельница сюжет и сюжет подразумевал под собой по моему весну но мне кажется мне так кажется что подразумевал весну я могу ошибаться но то что у себя я вижу стопроцентную осень это да возможно начало осени я сейчас уже не помню но вот хотела показать вам что есть такая старенькая работа не очень опытного человека который вышивал не обладающего большими возможностями с точки зрения материала но очень желающего что-то вышить ну это вот такая моя память что-то в это лето я решила так сильно по на старт по ностальгировать по своим работам но так получилось решила поделиться с вами напишите свои комментарии что об этом думаете насколько глупо наверное показывать свои первые шаги скажем так подростковым детско-подростковом возрасте спустя уже наверное лет двадцать или это все-таки действительно ценно важно кому-то может быть интересно все на этом буду видео заканчивать пишите комментарии жду обратной связи подписывайтесь на канал кто не подписан кому было бы интересно но я всем желаю хорошего настроения успеха в вашем творчестве и прощаюсь с вами до следующего видео всем пока